всем привет ребята я сегодня хотел бы затронуть тему похудения от различных диет то есть нужны ли вообще эти диеты кому-нибудь или нет ну я понимаю что кроме диетологов продающих вам вот эти вот диеты якобы помогающие избавиться от лишнего веса поддержать свою фигуру и так далее приносят деньги только самим диетологом люди которые покупают вернее ведутся на программы вот от этих диет первое время действительно да они чувствуют себя классно они чувствуют себя бодро уверенно и эти люди считают что раз они прошли через вот эту диету содержащую в себе какую-то определенную программу с редуцированием различных продуктов питания строго по граммам по калориям они думают что так будет всегда вы ребята это не так очень много существует примеров которые доказывают обратное то есть если вы выходите в фитнес-центр вы там занимаетесь вам фитнес-центр не знаю как у вас здесь в германии если ты записан фитнес-центр ты ходишь туда заниматься ты приходишь со своей простой вот этой бутылкой для воды и тебе прям там на рецепшене наливают энергетик или протеиновый напиток все входит в сумму которую ты заплатил допустим 30 евро ты заплатил в месяц за посещение зала там два два раза в неделю и вот все входит в эту сумму и в эту бутылку тебе наливают с различными вкусами допустим яблочный клубничный там апельсиновый какой угодно протеиновый напиток или энергетик и так далее это все делается для того чтобы подтолкнуть ваш организм к пережиганию большего количества калорий чем допустим чем это назначено природой скажем так когда же человек прекращает заниматься по программе диетолога сейчас они когда но диетолог диетолог это уже старевшие сейчас они называют себя нутрициологи или натуропаты натуропаты это вообще психопаты которые пытаются пить только воду и жрать только траву это еще хуже чем чем веганы так вот когда человек прекращает пользоваться вот этими всякими диетами в конечном итоге его вес возвращается обратно причем возвращается очень быстро с добавкой лишнего если вы к примеру согласно диете и программе по снижению веса скинули 7 или 8 килограмм потом вернулись к обычному своему распорядку дня ребята не надейтесь на то что эти 7 или 8 килограмм которые вы скинули к вам не возвратятся увы максимум год к вам вернуться эти килограммы плюс еще тройка четверка это доказано не только врачами это доказано физиологами это доказано спортсменами которые увы если они начали один раз принимать все вот эти вот протеины и тому подобную ерунду энергетики вот эти для сжигания калорий то они вынуждены сидеть на этой дряни чуть ли не до конца своей жизни сейчас набегут многие бодибилдеры кроссфитеры и тому подобные спортики которые начнут говорить что я рассказываю вам чушь ерунду я уже вам как-то в одном своем видео о снижении веса рассказывал о том какие результаты каким результатом вернее приводит вот это вот 12 недельная сумасшедшая фитнес программа с острожайшей диетой которая помогает вам избавиться от лишних килограммов подтянуть фигуру подтянуть свой вес и достичь ну так скажем красиво презентабельного вида чтобы допустим выйти на пляж или пойти в тот же самый фитнес-центр что потом происходит я вам рассказывал на примере вот этого девушки которая фитнес-звездочка не знаю я не помню честно сказать то ли она занималась вернее выступала на передаче танцы со звездами то ли еще где обождешь то ли еще где я не знаю ее зовут софия тиль она была плотная полная она потом после этой программы когда она выиграла вот этот приз она после этой программы действительно похудела и в течение нескольких лет она вела онлайн курсы сейчас ребята я заеду в туннель если будет темно вы уж меня извините зажгите свечку и смотрите дальше она вела пару лет онлайн курсы рассказывала о том какие у нее идеальные четкие классные эффективнейшие программы по которым можно заниматься и сбрасывать свой вес через несколько лет после того когда она что вам сказать если человек не занимался никогда спортом а всего-навсего испробовал на себе вот эти вот различные фитнес байдушины которые сбрасывают у вас вес а потом набивает его обратно этот человек никогда в не поймет того что опасно заниматься по таким программам неважно каким видом спорта изнуряя свой организм чисто физически выгоняя лишние калории кстати о дефиците калорий мы с вами тоже поговорим чтобы не получить взамен каких-то последствий и вот эта девушка сейчас она уже выглядит опять же полный опять же она набрала весе может быть она дошла до того веса который был до начала вот этих вот всех программ может быть даже она стала больше как-то показывали по телевизору там была какая-то передача это она пару слов сказала вот пожалуйста вам результат таких вот изнурительных тренировочных программ по снижению веса сейчас же опять на дефиците калорий ребята думайте сами как понять дефицит калорий вы потребляете в день две или три тысячи год возьмем три тысячи калорий потребляете для того чтобы у вас был дефицит калорий вы должны потратить три с половиной тысячи я уже как-то недельки три назад вам говорила потратив три с половиной тысячи калорий если у вас есть избыточный вес неделю максимум вы продержитесь на такой программе да вы начнете очень сильно терять вес но запомните этот вес ни килограммы ни жировые клетки это всего-навсего влага из вашего организма которая уходит жидкость вода задерживаешь задерживающаяся в кожных прослойках в мышцах в организме вообще потом же на этом же дефиците калорий вы продержаться ребята уже не сможете потому что у вас просто-напросто начнет давить ваше сердце начнет давить мозг и и начнется глубь грубо говоря энергетическое голодание что это такое это по существу работают по принципу дегидрации организма то есть когда бодибилдеры выступают на соревнованиях и они прожигают выгоняют из себя всякими мочегонными влагу называется дегидрацией чтобы выступать на соревнованиях и не иметь ни единой прослойки жила жира энергетическое голодание выступает немножечко с другой стороны то есть когда и при дегидрации наступает критический момент человек просто напросто теряет сознание в отключке здесь при энергетическом голодании человек становится сумасшедшим раздражительным он становится агрессивным он становится дико уставшим он чувствует постоянную сонливость постоянную усталость в конечном итоге он выгорает и перестает заниматься тем к чему он стремился поэтому когда вы видите где то что вам говорят для того чтобы спросить вес достаточно иметь дефицит калорий не верьте любой физиолог скажет вам ребята любой физиолог вы угробить организм свой хотите пожалуйста съедайте одно яблоко в день а работайте так как будто вы съели килограмм риса вот пример грубый пример простейший пример но это правда для того чтобы скинуть вес занимаясь спортом занимаясь той же самой обычной гимнастикой по два-три раза в неделю если у вас не хватает времени заниматься этим ежедневно вам достаточно как я уже вам ранее говорил и сейчас повторяюсь отказаться от потребления всего лишь двух продуктов двух продуктов не больше это сахар в любых его проявлениях будь то конфеты булочки сладкие сладости вообще сахар в чае сахар в кофе и свести до минимума потребления хлеба в любом его виде опять же булки тостерный хлеб простые вот батончики или как они там булочки не знаю как рогалики круассаны раньше назывались рогалики сейчас называют круассан и через не ждите что у вас буквально через месяц действительно пойдет вес на уголь зависит от вашей комплекции зависит от вашего образа жизни зависит от того как вы двигаетесь сколько вы в день двигаетесь все это входит в одно нет такого что вот я сделаю вот это вот и мне станет сразу лучше нет нужно работать в общем над всей своей программой включая сюда различные направления отказ от сахара и хлеба движение ходьба хотя бы по три по четыре километра хотя бы вечером перед сном просто гулять пейте больше жидкости обычной воды не надо пить соки потому что если вы будете заменять потребление сахара соками то тот же самый допустим есть такое понятие яблочный или там апельсиновый нектар есть просто сок есть сок с мякотью есть осветленный есть не осветленный а есть сок нектар он так и называется яблочный нектар ребята в этом нектаре сахара в одном литре этого сока около 300 грамм то есть все ваши попытки сбросить лишний вес отказаться от потребления сахара в еде сведутся на ноль если вы будете к примеру пить вот такие вот фруктовые соки обогащенные сахаром то же самое касается и кока-колы если там на бумажке написано что это натуральная кока-кола без сахара без ничего не верьте этому не верьте там сахара дофига и больше так же как в кетчупе кетчуп вот это вот кока-кола и соки под категорией нектар откажитесь просто пейте воду просто пейте обычный чай не злоупотребляйте зеленым чаем потому что при злоупотреблении зеленым чаем у вас могут начать неправильно работать ваши почки до отказа почек не дойдет но спазмов в почках это может вас довести так что вы даже встать с кровати не сможете поэтому всему нужно знать меру если вы будете действительно с головой вдумчиво подходить к решению своего вопроса к решению своей вот этой вот проблемы допустим я хочу избавиться от лишнего веса от лишних килограммов что мне нужно сделать для этого а для этого нужно как я уже сказал отказаться от потребления сахара совсем вот совсем забудьте что есть такое понятие сахар все и от потребления хлеба если вы допустим съедали ну скажем так пол буханки хлеба в день сведите это количество до одной горбушечки и этого вам вполне хватит и вот тогда вы действительно заметите как ваш вес начинает сбавляться не влага из организма уходит а именно вес начинает поднижаться это очень важный момент в программе снижение веса я говорю это только потому что я сам прохожу и прошел уже через можно сказать через хребет через тяжелые моменты вот этой вот программы которую я тогда сам для себя создал сам для себя написал и делюсь этой программой с вами до нового года в конце прошлого года мой вес был 101 с хвостиком килограмм сегодня мой вес 91 92 килограмма я не занимаюсь никакими изнуряющими тренировочными программами я не занимаюсь не тяжелой атлетикой я просто занимаюсь обычной гимнастикой и дыхательной гимнастикой особенно дыхательной гимнастикой потому что если вы умеете контролировать свое дыхание если правильно работает ваша дыхательная система если правильно работает сердце это уже огромный плюс огромный шаг на пути к достижению вашей цели поэтому ребята вдумайтесь в то что я вам сейчас говорю делайте правильные выводы не бросайтесь на различные диеты типа таких что супер секрет раскрыт все фитнес-тренеры молчат ну мы вам скажем как за неделю скинуть 10 кг на такое разве что кинутся и не знаю кто кинутся на такое кинутся ребята которые действительно ни черта ни в спорте ни в физиологии не смыслят вот так вот не забудьте ребята подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий нажать на колокольчик чтобы всегда быть в курсе всех полезных и умных событий у нас на канале оставайтесь здоровыми и прежде чем кидаться в какие-то программы как в омут с головой думайте а не навредит ли оно вам или принесет пользу всем удачи пока а а а а а а а и Редактор субтитров А.Семкин